вот друзья это свершилось в общем вы поняли да это питер детка как говорится без вариантов к нирпс наш надежный попутчик друзья мы всем привет с вами фабриотыч сегодня у меня небольшое видео которое ведь у меня елка стоит я еще не наряжала не когда стал собрал но прежде чем наряжать елку я решил сказать о том прошлом году вы знаете я записывал короткое видео о зонтике книг марки вы наверно видели его он со мной во всех моих последних видео в этом году который прошедшим двадцатом не раз меня выручал большой я его использовал в том числе и для защиты техники но собственно говоря он будет помещается мою небольшую сумку от эстопа так вот у супруги у нее автоматический зонтик нирпс больше десяти лет такой интересной расцветки когда еще видите такие кругленькие кругленькие замочки были автомат но у него видите тут одна повредилась спица здесь еще материал такой старинный но расцветка тоже красивый плюс он видите уже такой поюзом очень сильно и я решил вместо того чтобы восстанавливать его поскольку ткань здесь тоже имеет износ а ткани тогда были немножко другого типа за эти 10 лет технологии шагнули вперед поэтому я решил что настало время когда приобрести ей нечто интересное вот такое и вы знаете что я занимаюсь артом пейзажные фотографии стрит фотографии но арт фотографии особенно с деревьями и наша погода питерская преподносит нам очередной раз сюрпризы в этом году и вот снег вроде выпал потом растаял сейчас удошу сегодня пища обещали снег сегодня опять дождь в общем вы знаете сколько раз мы и с павлом мартом ходили в лес и застал нас дождь поэтому зонт это неотъемная часть питерца тоже в питере кто приезжает питер нужно идти за зонтом если у вас его нет и где я все это купил я приложу ссылку в описании замечательная компания представитель к нирпс в россии grand багаж находится она практически в центре города рекомендую не только зонты не продают там нами всяких аксессуаров заезжал кстати к ним не понравились там чехлы на чемоданы плюс к этому кошельки всевозможны основной конечно это зонты нирс красный кружок в этот раз я выбор мой выбор пал на зонт который имеет расцветку в том числе расцветку листьев мне этот цвет нравится очень и если вы смотрели мое предыдущее видео там тоже была расцветка лотус с таким же цветом но в этот раз зонтик имеет защиту от ультрафиолета поэтому летом его тоже можно использовать 95 процентов хотя тут написано 89 99 чехол зонтик автоматический почему как бы это не механика это автомат он немножко тяжелее 320 грамм всего но в принципе достаточно легкий зонт полностью где диаметр раскрытия около метра 98 сантиметров диаметр купола широкая широкая лента крепежа мягкое раскрытие в этих зонтах мне понравилось то что нет такого громкого шума и он раскрывается достаточно что мягко очень красивая расцветка я надеюсь что вам будет видно это такие листья 8 спиц большое количество поэтому это надежность конструкции материалы все не вторичные это первичные материалы полистир наконечники сделаны из синтетического материала поэтому ничего там не гнить не ржаветь ничего не будет фибероглаз так называемого вы знаете что такое вот такая расцветка видите я считаю что это и на лето и на зиму и на осень очень красивый зонт цвет называется grey leaves grey серые листья на самом деле тут сложный цвет и здесь есть небольшой такой оттенок что-то такого теплого оттенка я бы сказал если говорить про фотографию внутри все спицы видите черного света сама ручка тоже черный очень строго сделан то есть классический зон и наконечник сам тоже черного цвета удобная очень тесьма зон достаточно легкий но он конечно не так опускается быстро как зонты которые я увидел там совсем легкие в районе 100 грамм но тем не менее вы можете посмотреть что зон достаточно легкий и при этом достаточно проще потому что его испытывают на скорости порядка 100 километров в час и у меня есть видео где я двигаюсь по петроградской стороне где пошел такой ураган и очень сильный ветер это как раз как когда я снимал видео в александровском парке про деревья про листья и вот там люди закрывали зонты боялись что вырвет но я смело шел с этим своим зонтом не закрывал и ничего у меня не вырвалось ничего не произошло страшного поэтому для меня конечно как фотографа как человек который любит технику любую техника инструмента должны быть надежными первое мое качество для определения уровня техники это надежность во времени поэтому я не привык менять быстро какие-то технические устройства и считаю что также как и фотографы говорят что привыкнуть камере освоить камеру и пользоваться ей также если можно сравнить карте брисон снимал на лейку 3 достаточно долго очень много лет поэтому не надо было привыкать или менять на какие-то более современные модель также и фавиона 6 вы знаете я снимаю фавионом от сигмы много лет и пока не вышел полнокадровый фавион я конечно не буду менять этот инструмент ну вот мои дорогие одним еще из особенностей съемки в питере да поскольку это темно всегда и поэтому приходится иногда задирать изо ну и собственно говоря вот за мной как раз видео когда я снимал на петроградской стороне внезапно пошел дождь ну слава богу у меня с собой был зонтик поэтому я смог как-то пережить поэтому зонтик нужно носить но основной причиной по которым люди стараются может быть ограничивать себя в том чтобы брать зонт или не брать зонт это как раз то размера и вес и в этом плане конечно с книг линейка книг она интересна тем что есть супер компактные зонты которые по весу в районе 100 грамм и честно говоря я уже повторял что это вес легче чем любой смартфон особенно когда если вы берете с собой вот эти ветер такой сильный сильные порывы но могу сказать что выход всегда из ситуации есть берите с собой зонты качественные хорошие и все получится будет ли это зонт крупный как у меня например вот этот зонт темный с очень красивой расцветкой надеюсь что будет видно ну такая расцветка видите она такая ну в общем посмотрите мое видео зонт действительно очень красивый большой очень мощный очень и очень крепкий тоже внутри весь черный видите такой классический ну он конечно значительно тяжелее чем женский но это мужской зонт поэтому есть у них в линейке зонты трости самые наверно крепкие зонты которые существуют тоже с металлическими деталями хорошим качественным покрытием который защищает от ветра всего остального поэтому для меня зонт это необходимый сорт в питере и не только в питере поэтому если вы еще сомневаетесь выбираете выбирайте какой-то зонт то обратите внимание на то что делает к нерпс уже много лет поскольку компания считается родоначальником и изобретателем вот такого раскладного зонта складного зонта классическом понимании который весь мир его используют ну вот видите как раз петроградская сторона где снимал это необычное дерево которое достаточно сложно снять с обычным моим объективом нужно ли широкоугольник или какой-то ну в данном случае я снимал на вездеход который сейчас записывать видео знаете что это такое это мое мое детище мое изобретение ну в отдаленном варианте вот кстати зонт который вам показывал действительно уже такой пошел зонтик хорошим 400 до модель и могу сказать что снимайте тем что у вас есть под рукой используйте все инструменты привыкайте к ним каким-то придумывайте истории которые людям нравятся и я думаю что в новом году все получится абсолютно точно и все мы будем радоваться новым годом искать какие-то необычные ракурсы какой-то хороший красивый цвет или свет вот в александровском парке кстати я как раз был и здесь попал как раз в дождь такой хороший красивый который любит эти такие решетки решетки кстати это из базы для насколько я помню подарок 300-летию санкт-петербурга ну здесь я часы как раз показываете конечно на них не 12 часов но часы тоже в этом году через несколько дней мы часы вновь будем видеть слышать везде и поэтому те кто приезжает питер кто отправляется в питер несомненно у тех у кого зонтики есть я рекомендую все-таки посмотреть на книг и конечно интернет эта вещь хорошая но пока вы не возьмете в руки не почувствуете как это сделано также как любой инструмент любой хорошая вещь нужно держать в руках поэтому несмотря на такое обилие интернет онлайн торговли я все-таки такой ретроград можно сказать или традиционные какие-то способы техники покупки я предпочитаю больше потому что выбирать одно в онлайне даже если есть видео посмотреть какое-то качество но когда вы возьмете это все в руки почувствуете как это выглядит я думаю что вас может совсем другое впечатление и вы сможете пах по достоинству оценить то качество которое здесь реализовано основной конечно упор это на надежность и если вы посмотрите видео обзоры сам самой компании вы поймете какие испытания что вообще эта компания делает даст зонтами прежде чем они поступили в продажу ну я надеюсь что мое видео будет кому-то полезным и возможно мужчины которые еще подарок один из подарков женщинам или женщины которые ищут подарков мужчину этот может быть скромный подарок для кого-то для кого-то может не скромный подарок но то что это нужная вещь абсолютно точно и в отличие от недорогих зонтиков которые производятся в разных частях нашей маленькой планеты который кстати тоже защищена зонтом электромагнитным большим и вот как раз мы наблюдаем сейчас последствия этого зонта виде просыпающихся вулканов виде всего остального когда идет вспышка на солнце ну зонтик зонтик у нашей планеты тоже есть ну а для всех остальных то кто считает что это просто модный аксессуар могу сказать что расцветки уникальные совершенно кирс и там действительно как место что посмотреть с вами был фавионов я думаю что все получится новом году поэтому всем рекомендую ищите заходите на сайт смотрите выбирайте расцветки расцветок достаточно много мне нравится я думаю что мои супруги тоже понравится надеюсь и что этот зонт просуществует как минимум те же самые 10 лет и новое в новое десятилетие в новую жизнь мы найдем с этим новым инструментом который нам позволит чувствовать себя уверенно в любых погодных условиях и путешествовать конечно вы знаете что я люблю путешествовать мы любим путешествовать супруга поэтому это зонт для этого годится с вами был фавионович как говорится удачного дня поменьше снега дождя или снега и дождя то только красивого из которого можно делать какой-то фотографический арт всем пока фавионович да друзья придем к настройкам пейзажной фотографии специально который говорил первая настройка неправильно это дождливая часть смотрите какие замечательные сегодня облака со всех сторон народ весь побежал дождь начался но знаете что для фотографа это самое лучшее а а а а а а а а и а Субтитры создавал DimaTorzok